Чтобы построить ветряную электростанцию, требуются огромные денежные и ресурсные вложения. Срок службы ветряной электростанции может достигать 30 лет и более, но многие ветроэлектрические установки выводятся из эксплуатации в конце 20-летнего периода субсидирования, независимо от их функциональности, из-за отсутствия экономической выгоды. И за это время она успевает вернуть всего лишь 78% затраченных средств на ее создание и установку. Мы не говорим об обслуживании, которое подразумевает постройку судов специального назначения, дорогостоящих высотных работ и постоянной замены лопастей. Одних только смазочных материалов для одного ветропарка необходимо более 500 тонн, что сравнимо с девятью цистернами железнодорожного состава, которые, кстати, тоже производятся из невозобновляемых ресурсов планеты. Вы только вдумайтесь! Размеры лопастей могут достигать длины футбольного поля. А знаете, из чего они произведены? Да и из того самого пластика, с которым мы так безуспешно продолжаем бороться по всему миру. Из-за гигантских размеров и опасного химического состава их невозможно утилизировать. Поэтому классическое решение – лопасти вывозят на свалки или экспортируют в другие страны для мнимой переработки. Таким образом, это представляет собой непреодолимую проблему для нашей окружающей среды. Необходимость...